Правило нарушил. Передача в штрафную площадь и что? Счет матча открыт 1-0! 1-0! Сборная Бразилии после розыгрыша штрафного удара выходит вперед в противостоянии со сборной. Соперника разыграли этот штрафной удар и вот Ромуло под восьмым номером примерно с линии Вратарской, оставшись абсолютно один, получив передачу от Неймара, открывая счет матча. И Серхио Ромеро до последнего, конечно, здесь гадал, куда будет бить Ромуло. Поставь сейчас арбитр мяч на точку, я думаю, никто бы не стал ему пенять. А Лионель Месси сравнивает счет матча с передачей Гонсало и Гуаина. Вот чего должны были бояться защитники сборной Бразилии. Таких вот и один из лучших футболистов в мировой истории. Потерял мяч Сандро на чужой половине поля. И посмотрите, Лионель Месси, находясь между двумя защитниками, не стал дожидаться как раз, пока они сблизятся. И вот как должен был действовать Неймар. Как только мяч получил, подработал себе под удобную ногу и бей. Вот она, образцово-показательная атака в исполнении сборной Аргентины, проникающая передача. Противостояние решилось в пользу сливочных. Может быть, сейчас уже не так много сил. Осталось Лионель Месси, счет будет 2-1. Лионель Месси оформляет дубль и снова оборона сборной Бразилии. Лионель Месси расступается перед мастерством Месси. И просто он незаметно их обходит. И как же легко находит эти лазейки, эти свободные зоны, свободное пространство между защитниками. И сам фактически эту атаку начал Лионель Месси. Получил передачу от Анхеля Ди Марии. И переправил мяч уже в пустые ворота Рафаэла. Да, самое главное для Гонсало Игуаина в данной ситуации было не помешать. Лионель Месси и не встать на пути мяча. Поддерживают они сборную Бразилии. Вот надо теперь уже и футболистам что-нибудь показать. 2-2. 2-2. И это Оскар. В какой-то мере ее соучастниками. Но как же все классно было сделано. Леандро Дамьяо, получив передачу от Оскара, вернул партнеру. Набегавшему как раз на ворота Серхио Ромеро мяч. И Оскар переиграл. Переиграл Галкипера. В главу войны заработали бразильцы. Неймар изменил траекторию полета. Свои подачи. И Халк. 3-2. Халк выводит свою команду вперед после ошибки. Серхио Ромеро на выходе. Ошибся Галкипер. Покидая ворота. И вот Халк подкараулив как раз. Эту неточность в действиях Серхио Ромеро одним касанием. С лета переправил мяч в сетку ворот сборной Аргентины. Да, это гол имени Серхио Ромеро. И вот Неймар, изменив как раз траекторию полета мяча. Помните, несколько раз он подал. Забьете сколько сможете, а мы сколько захотим. Агуэра, подача, удар, поворотом, штанга и мяч в воротах. Нет, все-таки нисколько сможете и сколько захотим. Аргентина тоже умеет забивать и умеет забивать много. И вот еще становится 3-3. 3-3, вот казалось бы, казалось бы, все складывается в пользу сборной Бразилии, но вышедший на замену Пабло Гиньясу с передачей Серхио Агуэра счет матча сравнивает точным ударом головой. Да, возвращаемся к тому, что бразильцы в комплекции, именно ему доверено эту атаку завершать. Слишком большой груз ответственности. Леонель Месси. Чем ответит Аргентина? Месси удар! Потрясающий удар Леонеля Месси! Это хитрик! Хитрик Леонеля Месси и просто фантастический гол забивает аргентинец. Это фантастика! Сборная Аргентины выходит вперед! 4-3! Казалось бы, все выполнил Леонель Месси так, как мы привыкли это видеть. Сместился с правого фланга, ближе к центру. Ушел от защитника и из-за предела штрафной площади по диагонали положил мяч в дальнюю девятку ворот Рафаэля. Невероятный по красоте гол. И сразу же попадает в объятие футболистов со скамейки запасных. Леонель Месси. 4-3! И Леонель Месси оформляет хитрик в противостоянии.